Приветствую вас. Не буду скрывать. Довольно мало, что я понял из вашего текста. Вот самый смысл того, что вы пишете для меня, лично от меня ускользает. А я попробую разобраться с тем, что вы написали. Надеюсь, что вы либо в дополнении, либо в личном сообщении как-то скорректируете то, что я вам скажу. Потому что если вы реально хотите свою проблему поменять, если вы реально хотите свою проблему общить, то с ней не работать. Она просто не исчезнет сама по себе. Итак, у меня появился страх перед экзаменом и по зачетам. Давайте сразу здесь уточним. Значит, вы студент второго курса. И будучи студентом второго курса, вы, соответственно, закрыли уже ваш первый курс. Вы его закончили. Первый курс. То есть самое сложное вы бросили. Это первый курс. Значит, а теперь у вас появился страх перед экзаменом и перед отчетом. Давайте подумаем. А вообще-то говоря, почему появился страх? Ну, то есть вот, его раньше не было, видимо. А теперь он появился. Почему? Конкретно. Вот прямо конкретно. Почему появился страх? Я хотел бы, чтобы вы на эту тему обязательно подумали. Потому что в вашем тексте я не увидел ответа на этот вопрос. К сожалению. Далее. Вы пишите. Дело в том, что нам преподает преподаватель по двум предметам. Раньше по ее предметам были хорошие оценки. Потом, на следующий семестр, да, то есть у вас получалось, да, у вас получалось хорошо учиться, значит, по предметам, вот этим вот предметам. Потом, на следующий семестр, как вы пишите, начал, начался ее предмет. Здесь вот непонятно, то есть если у вас все было хорошо, если у вас все было здорово вначале, если вы нормально сбавали ее предметы, если у вас все было нормально. По ее предметам. По ее предметам. Что произошло потом? Вы говорите, подобно начались ее предметы. Ну да, ее предметы начались. Так они же были ее предметы, если я правильно вас понял. Они же были ее предметы, разве нет? Если они были, то непонятно, что поменялось опять-таки. Понимаете, что изменилось-то? Вы как-то, поздравайтесь, пожалуйста, написать получше. Значит, она спрашивает сама. То есть выбираем, кого спрашивает, два три студента. Ну, опять же. Ну да, выбираем, сама спрашивает двух-трех студентов. А что, раньше было как-то иначе, раньше было по-другому, что вы на это так реагируете. И вообще, в чем проблема? В чем проблема от того, что вас спрашивают, если вы, например, ну, скажем так. Если вы, например, готовитесь. Если вы, например, учите предмет. Вот в чем проблема? Постарайтесь, пожалуйста, это понять. Это, ну, вот этот момент тоже прояснить. Да? Наверное, что он важен. Далее вы говорите о том, что, ну, вот она спрашивает, там, допустим, Васю, да? А потом Фидоровых, как вы говорите, и так далее. Ну, это нормально? Что она так спрашивает. Опять же, разве нет? Далее, значит, то есть по журналу. У меня стоят только, стоят только две тройки по ее предмету. То есть один предмет, три и т.д. Вот знаете, вы сокращение делаете, не очень понятно. У меня стоят только две тройки по ее предмету. Ну, понятно. Боюсь, что могу получить три. Боюсь, что я могу получить три. И то по ее предмету будет экзамен. А почему вы боитесь так три-то получить? Конкретно для вас в этом, что такого страшного-то? Что вы получите тройку? Ну, получите вы три. Ну и что? Почему вы так оценок-то боитесь? Какие у вас для этого основания есть? Вот что, пожалуй, меня интересует больше всего. Какие у вас основания боятся оценок? Троек. Вот, наверное, это, пытайтесь обдумать, постарайтесь этот момент для себя выявить. Потому что он важен, этот момент. Вы так боитесь-боитесь оценок, но зачем вам оценки? Если вы учитесь, если вы учитесь, то учитесь. А делайте все, что можете, старайтесь, изучайте. И тогда разве будет иметь значение, какую оценку вы получили? А если вам не хочется учиться, например, вообще, то опять же задайте себе вопрос, а зачем тогда вы учитесь вообще? Только ради оценки, а что вы будете делать потом, дальше, когда вы учитесь? Далее, значит, так, по ее примеру будет экзамен. Неохота получиться три. Почему? Какая разница, сколько вы получаете и сколько вы получите, если вы учитесь, если вы стараетесь. У меня есть две стройки, значит, во втором курсе. И по ходу будет отсчет-отсчет, потом экзамен. Ну, опять же, вы говорите об этом так, как будто это что-то вообще, знаете как, как будто это что-то вообще необычное. Разве не должно быть такого, что после расчета идет экзамен? Разве по-другому работает система образования? Скажите, пожалуйста. Просто вот этот момент как-то не ясен для меня лично. То есть, если вы считаете, если для вас как-то странно выглядит тот факт, что после расчета идет экзамен, если для вас это странно, вот. То, опять же, не совсем понятно, как вы вообще учились, как и тогда, на первом курсе. Или если у вас не было, например, экзаменов вообще на первом курсе, то вы думаете, что из-за того, что не было экзаменов на первом курсе, не будет экзаменов, например, на втором курсе? Ну, вы же понимаете, я надеюсь, что это не так. То есть, немного ошибочно так думать. Разве нет? То есть, в этот момент, мне кажется, вам обязательно нужно пробовать, потому что здесь что-то странное. Что-то очень странное здесь у вас. Мне кажется, что либо вы вообще не понимаете, как работает система образования, вот, совершенно. Либо есть какая-то еще другая причина, по которой вы вот так вот реагируете. Но, в любом случае, у вашего страха должны быть причины. И если вы эти причины найдете, то я думаю, что проблем у вас будет гораздо меньше. Нужно только, чтобы вы ответили на вопросы, которые я вам дам. И нужно, чтобы вы как-то не подумали над этими вопросами. А дальше уже выбрали. Либо вы психологом решаете эту проблему, либо вы сами как-то опрашиваете себя, вот, я вообще учусь зачем, в какую цель. Ради оценок или ради знаний? Если ради оценок, то, ну, логично, наверное, будет спросить у вас, а оценки вам тогда зачем? Вообще. Вообще. Понимаете? Вот. На этом, я думаю, можно, в принципе, закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали. Субтитры новый! Удачи! Пок pianбrill? Удачи! Продолжение следует...